От рассказов фольклора детям до собственного сборника. О жизни в тундре через призму сказок, которые будут интересны как детям, так и взрослым. Презентация книги Александра Литкова состоялась накануне. Подробности у Елизаветы Кабановой. Другие мышки все под снегом копошатся, а это звезды знают. Традиции ненецкого народа и истории старшего поколения сплелись в книге Александра Литкова. Сначала были небольшие рассказы и тундровые песни, а теперь в свет вышел авторский сборник из девяти сказок «Вада Каларь». В этой книге есть несколько сказок детского уровня. То, что можно почитать не только взрослым и ребенком, будет понятно, а описывая обычно то, что в тундре какие правила, какие традиции есть, то есть как надо поступать правильно. Все началось с детского лагеря, в котором Александр рассказывал сказки народов Севера. После этого он решил начать писать сам. Своими произведениями Александр старается сохранить культурное наследие ненецкого народа. В наше время надо особенно уделить внимание тому, что старых людей осталось мало, которые знают настоящие песни тундровые, ненецкие. И их надо в наше время уже усиленно записывать хорошо. К ним надо ходить в гости, их надо спрашивать, с ними надо просто общаться. И они вам об этом расскажут, как они сами женились. И об этом они рассказывают не в бытовой форме, а могут даже начать рассказывать это как песня просто. Презентация книги состоялась 23 марта в этнокультурном центре. На импровизированной сцене студии «Ханико» был разыгран спектакль по одной из сказок сборника. А также коллеги из Народного ненецкого театра «Иллипс» подготовили для Александра небольшой сюрприз. Это презентация новой книги члена литературного объединения Заполярье Александра Алексеевича Литкова. Называется она «Вадокаларь», что в переводе означает «Ларец сказок». Книгу мы эту продвигали давно. Вот, наконец-то, появилась у нас возможность. Мы её издали и сегодня презентуем. Над иллюстрациями к книге работала Надежда Выучейская. «Вадокаларь» написана на двух языках – ненецком и русском. С переводом на ненецкий помогала Надежда Талеева. Из-за маленького тиража книгу нельзя будет приобрести, но её распространят по всем библиотекам округа.